Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 19 августа, время почти 10 часов вечера, температура с обортом в Лондоне, 18 градусов тепла. А сейчас мы с вами поговорим на такую, можно сказать, небополитическую тему, как Суперлуния или Голубая Луна, ещё её называют Кукурузная Луна, Полнолуния, потому что с сегодняшнего дня в Северном Палошаре начинают убирать урожай. Зреет урожай, урожай созрел. Значит, я, между прочим, отношу себя к тем людям, которые ещё помнят, как по радио и телевизору передавали такие, знаете, вот там-то и там-то, такой-то колгосп намолотил столько-то зерна, а такие-то садоводы, виноградники собрали столько-то тон урожая яблок. Вот, так это успокаивающе на нервную систему действует, между прочим. Это лучше, чем вот это то, что мы сейчас целыми днями слушаем. Даже не знаю, зачем. Даже не знаю, зачем мы это транслируем с вами. Ну, что поделать. Наша же задача, сами понимаете, создавать новости, а не следовать за новостями. И вот самая, я считаю, заковыристая новость появилась. Появилась, так это странно, появилась новость, это звучит так. В землетрясение катастрофическое в России. В России ожидается катастрофическое землетрясение в Абачинском заливе. Вот, недалеко от Петропавловской, Камчатского, там, где проходит, ну, это Северный морской путь, между прочим. Вот, и так это ученые ждут. Оно немножко тряхануло всем, между прочим, баллов. Но, слава богу, дальше. У меня была одногруппница, ну, у нее одна дочь из семьи военных, и поэтому папу перевели в Петропавловск-Камчатский. И она туда поехала к родителям на побывку. Вот, она была студентка, и она говорит, там так страшно, там все время трясет. Ну, так вот, если 7 баллов, то, конечно, отрихануло. Ну, ждать до 9, эти ученые, и сказали, что если 22 числа не тряханет, то тогда уже точно не тряханет. Но очень большая. Честно говоря, когда я услышала цифру 22, я задумалась. Вот, мы знаем, что сегодня много произошло событий в преддверии этого самого 22 числа. А сейчас, чтобы немножечко разведить обстановочку, я вам прочитаю новость вчерашнюю, но она меня очень впечатлила. Значит, одна такая дама молодая, она, значит, является членом парламента. Вот, является членом парламента последнего созыва. Она даже была министром финансов в Сити. Кто понял? Вот, значит, два года назад, министр финансов в Сити переехала... The Economic Secretary, тут немножко по-другому. The Economic Secretary to the Treasury and City Minister, вот так она называлась, переехала из своей квартиры в Северном Лондоне в дом с пятью комнатами, спальнями, принадлежащим бизнесмену-миллионеру Абдул-Кариму. Господин Карим является союзником ее тети. Вот это вот министр, у нее есть тетя. Если у вас нету тети, то вам не повезло. А у нее есть тетя, но, правда, сейчас немножко не повезло. Господин Карим является союзником ее тети, свергнутого диктатора Бангаладеша, шейх Хасины. Госпожа Сиддик отказалась сообщить, сколько арендной платы она платит господину Кариму. Давайте выберем из цифр цифру ноль. Всего десять дней назад комиссар призвал госпожу Сиддик, нарушивший, признал, нарушивший правила депутата, после того, как она не смогла правильно зарегистрировать доход от сдачи в аренду своего бывшего дома. То есть свою квартиру она сдает в аренду, а в пятиспальневом доме там фотография была, так себе, дом-то и дом. Вот, парламентского комиссара по стандартам призвали начать расследование в отношении Тулип Сиддик, после того, как The Mail on Sunday подняла вопрос ее жилищных условий. На прошлой неделе эта газета сообщила, что министр финансов живет в доме стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, принадлежавшей бывшему политическому союзнику, ее тете, свергнутому премьер-министру Пангладешу. Лейбористское правительство не способно эффективно бороться с расизмом и исламофобией, заявил член Лейбористского собственного национального комитета в связи с широкомасштабными расовыми беспорядками. В эксклюзивном интервью The Independent член Национального исполнительного комитета Лейборист Миш Ахмара скритиковал сыра Кироснабра за то, что он не смог классифицировать нападение как терроризм. Он заявил, что нежелание называть насилие актом терроризма свидетельствует о тревожных двойных стандартах. Добавим, мне кажется, что это терроризм, когда его совершает только мусульманин. Язык имеет значение. То есть, когда мусульманин, значит это терроризм, а когда не мусульманин, то это не терроризм. Так нельзя, сказал этот уважаемый джентльмен. Эту точку зрения поддержал бывший глава британского антитеррористического ведомства Нил Басу, который предупредил, что худшее насилие ультраправых наблюдается во время беспорядков по всей стране. Следует рассматривать как терроризм во всех началах беспорядка. Значит, призывая к более сострадательному подходу, вот тут мне понравилось. Призывая к более сострадательному подходу и дискуссии о миграции, он сказал, правильное решение этой проблемы заключается в том, чтобы говорить о миграции с сочувствием к меньшинствам. Сочувствием к меньшинствам, не демазнизируя их, указывая на реальные причины иммиграции, а не выдумывая и не поддерживая теории о том, что иммигранты виноваты в бедах общества. Это относится, кстати, напрямую к вот этой теме, которую я развиваю больше двух лет, о том, как чуть было я не померла, и очень сильно пострадали мои коллеги, которых просто, ну, назвали же они цыганки. Вот, естественно, сами виноваты, разве цыганки. Не надо было приезжать. Чего приехали? Сидели бы в своей Румынии, да и все. Вот. А теперь мы переходим тонко, тонко троллим нашего правителя, товарища Стармара, который сегодня поехал таки в Северную Ирландию наводить там порядок. И уже там он не побоялся и сказал, вы террористы. Он это сказал. На что ирландцы северные охренели, прямо скажем. Ну, что же делать? Ему же посоветовала его партия, что ты же уже как-то сними, или хрестик, или трусы надень. Вот. И вот он, как говорится, разоблачился. Интересно здесь не это. Интересно здесь несколько иное. Дело в том, что по последнему опросу 53% опрошенных, то есть больше половины, считают, что страна идет не туда. Одновременно с этим в мире произошли бесконечные события. И наряду с тем, что товарищ Путин поехал к товарищу Алиеву, наряду с тем, что в Москву прилетел, че прилетит, че завтра. Мы помним про 23 числа, про Ачинскую, как она, Авачинский залив, как хренахнет, как хренахнет, если что. Вот. Прилетит китайский товарищ. Одновременно с китайским товарищем, который прилетит в Москву, у Киев прилетит товарищ Млоди. Вот. Я с большим уважением отношусь к товарищу Млоди. Он навел порядок в своей стране. Ну, в том смысле, что выборы произошли плавно, более или менее. Правда, там сейчас большие, как это, забастовки. И девушку какую-то массово, группово изнасиловали. Она была, ну, студенткой, на врача училась. И ее убили. Ну, это очень часто там случается. Я не знаю, по какой причине индусы этим занимаются. Но факт то, что, ну, в смысле, там разные национальности живут. Что там было на самом деле, я ничего не знаю. Сильно я не вдавалась, но знаю, что там они все бунтуют. Ну, и сами понимаете, что эту бангладешскую диктаторшу он тоже принял, потому что она индуска. А в Бангладеш, у них большинство, это все-таки, ну, там разные эти, эти, как они, вероисповедания у них. И вот одновременно с этим в Манчестере буквально прошлой ночью прирезали сразу трех человек. Женщину, девушку 17 лет и мужчину 60 лет. Кто прирезал, зачем прирезал, никто ничего не знает. Но все возмущаются по поводу ножей. Надо сказать, что для Британии, я имею в виду коренного населения, коренного большинства, которые сейчас их расистами обзывают и террористами, не характерно ни ношение ножей, ни ими резанье. Вот. И вот, ну, как бы, возникают вопросы. Но у меня лично возник вопрос как раз про другое. И не про товарища Моди, который летит в Киев, которому в свое время Таржелинский звонил и говорил, а ну приезжай ко мне, почему ты жмешь руки тирану и тому, как он называется, ну, в общем, который нападает все время на кого-то. Вот мы не напали, мы просто, как говорится, отодвигаем линию обороны в Курске. И товарищ Моди, как говорится, с ума нахлебавший прилетит, чтобы разговаривать о мире. А другой, более важный разговорщик о мире, товарищ Блинкин, уже поговорил с товарищем Нитаньяху. И вот это самая, я считаю, прикольная новость из всех, которые произошли. Дело в том, что сегодня, ну, сегодня день начинается только в Америке. Завтра и послезавтра до 22-го числа в Америке будет проходить съезд демократической партии, где официально товарищ Камала вступит в должность, так сказать, кандидата в депутаты президента всей Америхи имени Америхи Спуча. Так вот, товарищ Блинкин уже домовился с товарищем Нитаньяху про остановку буквально конфликта между Израилем и Хамас. И он сказал, что того же самого 22-го числа на следующей неделе, что ли, Хамас и Израиль будут подписывать договор, где, правильно, в Египте, вспоминая, как говорится, вот этот Суанский кризис. Вот. И сейчас мяч на стороне Хамаса. Хамас сказали, что мы подумаем. Но я думаю, думать им осталось недолго, потому что товарищ Блинкин, намекая на Иран, ну, в смысле, товарищ Путин полетел в Азербайджан с границей с Ираном, намекая на Иран, сказал, что хватит конфликтов, будем жить мирно, потому что Камил Харрис надо, не надо, но ей же надо все-таки победить. Ну, а пока. Пока. Продолжение следует...